Всем привет! Меня зовут Хатуна. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня 1 сентября, суббота. В школе у нас сегодня линейки не было, а вот у Миши, у старшего сына, он первокурсник, у них был типа как день знаний, или я не знаю, день студента. Я, конечно же, всех поздравляю школьников и родителей с началом осени, с началом учебного года. И что мы желаем? Сил! Сил, терпения, взаимопонимания и в каждую семью денег. А также постарайтесь поймать еще теплые деньки осенью и классно их провести. И чтобы никакая хандра вас не коснулась. Мы сейчас идем на рынок, нам надо сделать покупки к школе, купить спортивный костюм, канцелярию. Ну и я, конечно, хочу купить огурцы. Мне надо делать закрывашку, заготовки на зиму. Мама, как всегда, школа в школу, а закрывашку нужно закрыть. Сейчас я вас, девки, спалю. Не надо! Вот так вот, Виталинка, да? А что нам? Шаурму. Сегодня 1 сентября можно. Можно, да. Давай поздравим всех с первым сентябрем. Всех с первым сентября. Можно теперь уже расслабиться? 1 сентября. До 1 сентября похудела, все хорошо. Теперь 9 месяцев стресса снимаем шаурмой. Мама прячется, думает, что ее не видно, она просто не знает. Надо было вам шаурму брать, а то там на остановке, где конца товары. Там такая вкусная, там самая вкусная. Я купила себе, а потом рвала. Где прям? Да. Я вообще шла за сентября. А что мы не взяли вот там сентября? Мы все идем уже домой. Мужчины наши раньше ушли с огурцами, с картошкой, с тяжелыми пакетами. А мы с Викторией идем и разговариваем. Сейчас прошли мимо дети. Человек 8. Вот малые шпенди, а матюкаются как вообще просто. Причем, знаете, им кажется, что чем отборнее мата они сказали, тем они круче. Миша говорила, что объясняла, из-за чего некоторые мочекаются. Из-за того, что маленький саваннезапас. Потому что у людей, которые саваннезапас нормальный, то он может любой мат заменить. А у кого маленький, то значит вы. Ну это правильно. Те, что не хватает обычных слов, чтобы выразить негодование или радость. Ну да. Еще я заметила, что даже некоторые взрослые могут, даже не те, которые пьяные, а просто трезвые. Потому что когда один раз сказал, потом это привыкают, привыкают люди. И для них это уже звучит обыденно. Ты понимаешь, что даже бабульки некоторые. Я иду домой, и сзади меня идет какая-то бабулька недовольная. И просто мат через мат, мат через мат. Я уже просто либо перехожу дорогу, чтобы этого не слышать. Ну реально, уже даже бабульки мочекаются. Поняли бабульки, вы не должны матюкаться. Всем можно, а бабульки нет. А чем бабульки не такие, как другие? Ну не знаю, как бы. Они же мудрые, они должны как бы это все анализировать. Иногда возраст приходит без мудрости один. Пришли домой. Миша уже намыл банки, потому что он идет гулять без нас. Мы, как всегда, собираемся на Долину Рос. Ой. В связи с первым сентябрем собираемся на Долину Рос. Постелить покрывало, взять суши, посидеть, отдохнуть. Миша помыл банки. И это мы купили малину на рынке. Еще пока что продается малина. Жалко, что уже нету клубники. Я эту малину взяла специально, чтобы заморозить. Елисей принес, подавил немножко. Вкусная такая. Сейчас я, походу, съем. И купила яблок сушеных. Этого года очень хочется узвара. Купили кучу канцелярии. Ну, кучу, это мягко сказано. Эту историю я купила еще на море. Это Елисеин рюкзак. Ой, этот финал. Елисея, иди забирай свое, будешь забирать. Это Викуся купила этот себе. Альбом. Альбом. Тут куча тетрадок. Но они все, видите, сейчас очень удобные. Есть физика, химия, биология. Они как бы, как это называется? Назывные. И у Елисея точно так же. Там биология, география. Предметные. Предметные, да, тетради. Куча еще каких-то тетрадок для чего-то. Пока что по чуть-чуть. Или сей твой рюкзак. И купили Викуся спортивный костюм. Очень классно, благодарна девочке-продавцу. Она так классно помогла ей выбрать. Они разобрали костюм, да. Как бы они рассоединили родной костюм. И подобрали штаны на нее. Кофту ту, которая мне понравилась. Да, кофту другую. Цвет бирюзовый. Ну, красивый костюм. На ней, может, еще увидите. А, еще мы купили тебе эти. Кроссовки. Ну, не кроссовки, а спортивные туфельки. В общем, такое. Немножко канцелярии. Сейчас они поделят. Виктория с Елисеем. Дичье сразу разбирайте. Складывайте каждый себе в этот. Дети довольны, что школа начинается? Нет. Она говорит, да, ура. Ура. А ну, доча, расскажи. Что ты прочитала из того же неклассного чтения, что тебе задавали из зарубежной литературы? Золотой жук. А летающий замок хаула? Там было 45 сенс, из которых я прочитала 5. А Шерлока Холмса? Его по программе нету. А, есть. Книжки. Ну, это надо было брать. А Энн из зеленых крыш? Я смотрела. Надо читать. Я смотрела. Я читала. Елисей, ты очень весело смеешься. Ты что, прочитал? А я много чего прочитал. Ты прочитал «Солнечное засмение»? Нет, потому что там такое муть. Там не муть, там интересно. Ты швейка прочитал? Швейка почти прочитал. И как тебе? Муть! В некоторых моментах интересно, а некоторых хочется спать. Спать. Интересно и смешно, когда он в стихушку попадает и говорит, что там ему вообще прикольно. Ладно, разбирайте канцелярию всю. Я пошла. Мы на долине Рос и лакомимся в суши. Всем, кто кушает приятного аппетита и всем классно отмечать какие-то маленькие, незначительные праздники. Даже если их мало, то придумывайте их сами. Вкусно, Доча? Да, очень. Я еще не ела, но у меня уже смаку. Я вашего пастернака не читал, но я его осуждаю. Доча, я как всегда, ну ты знаешь. Пока огурцы настаиваются, остывают, да, вот чтобы залить второй раз, я решила посадить орхидею. Орхидею мне подарила Аленка, сестра моя. И она 10 дней стояла просто, ну как бы без воды, без земли, без грунта, без коры. И сейчас мне ее нужно просто посадить. Для меня орхидеи, конечно, вообще, это не мои цветы. Я люблю фиалки. И фиалки у меня растут очень просто. Я их прям чувствую. Ну, в свое время просто я очень много информации получила про фиалки. Что они там любят кислый полив, кислую почву, подкисленную воду. Что поливать надо только теплой водой. А вот про орхидеи информации у меня не хватает. И они для меня вообще какие-то дикие цветы. Я не понимаю, чего им надо. Они у меня не живут, а бедняжки выживают. Вот я принесла еще с окна калерию, которую с Бердянска везла. И она вообще какая-то печальная. То есть я вижу, что она сухая. Но... Вот думаю сейчас сделать так. Одну верхушку я обрежу и постараюсь укоренить. А вторую оборву все вот эти дохлые листочки, вялые. И полью просто. Посмотрю, что из этого выживет, что не выживет. И вот посмотрим. Подержи вот так, пожалуйста, листочки. Можете сейчас... Все, что уже почти не живое, она тянет соки, я, пожалуй, обрежу. Потому что... Потому что зачем же... Вот так вот у меня... Здесь орхидея пьет. Здесь то, что осталось от калерии. Может быть отсюда еще пойдут отростки, я надеюсь. Здесь вот эту вот посадила верхушку. Хотя не знаю, с бутончиками пойдет. Наверное, надо отрезать вот этот бутон. Чтоб поменьше... Влажность, влага испарялась. Здесь огурчики ждут в свою очередь. Там еще банки стоят. А я буду прощаться с вами. Всем пока. Спасибо, что заходите на канал, смотрите видео. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok